Бен всегда интересен. В любом случае ни один отдельный человек не имеет полной картины того, что происходит. Лучше предпочесть режим наблюдателя в эти последние сумасшедшие дни. Это займет еще несколько недель, еще несколько месяцев. Очевидно, что мы делаем то, что нужно делать, и мы будем продолжать делать это до тех пор, пока это будет необходимо. Кто не устал от этого кино? Как вы думаете, чего не хватает? Что удерживает нас от полной реализации нашей Божественной природы и всего, на что мы на других уровнях полностью способны? Нужно ли это делать нам лично? Что-то, что коллектив должен получить в определенном проценте в первую очередь? Нужно ли нам находиться в точном месте в пределах фотонного пояса? Или все ли мы именно там, где нам предназначено быть, в нашем служении Свету, и делаем именно то, чему принесли нас наше руководство и жизнь? Прекрасно защищенные, живущие в пределах очень ощутимой иллюзии, соответствующим образом направляемые через то, от чего наш душевный рост получил бы самый сочный удар. Когда придет время, эксперимент на Земле, а также наш индивидуальный опыт, развернутся так, как нужно. И никто точно не знает, как это происходит, потому что мы, по-видимому, делаем это первыми во всем творении. Это кажется большой честью, не так ли? Тоже немного ошеломляюще. Правда? В то же время, что мы знаем? Нас обманывали и нам лугали о множестве основных истин о нашем существовании. Поэтому нас вряд ли можно обвинять в том, что мы немного бдительны и даже циничны в отношении чьей-либо истории, в частности. Именно так. Это учит нас задействовать внутреннего познающего, где находится буквально вся истина. Это больше, чем практика. Это может быть искусство. Знать свое собственное тело настолько хорошо, что вы способны чувствовать чистоту правды, когда она представлена, а также чистоту обмана, преднамеренного или иного. У всех нас есть врожденная способность и, возможно, мы будем очень рады развить ее, когда ситуация изменится таким образом, что все будут видеть. Заглядывая вперед, мы, присутствие, мы будем на протяжении всего процесса. Не сводя глаз с добра истины и красоты, мы вознесемся вместе с Гайей. Обратный отсчет до развала США начнется после провала поездки Байдена на Ближний Восток. Автор Бенджамин Фулфорд. Сюзанна Мореско.